смещение то есть прямая линия собранная секция вот так потом левее собранная секция грудная правее собранная секция поясничная при условии что крестец крестец пытается ловить среднее между грудной и поясничной вертикалями вот до такого уровня мы смогли собрать и за три сеанса до этого здесь каждый позвонок вообще тянул одеяло на себя сейчас будем делать дальше а 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 и а и а а а а Продолжение следует... Детё мы уже явно утомили, мышцы реагируют замедленно, поэтому на сегодня сеанс мы закончили. Продолжение следует... Так, сейчас это поярче дело прорисую. Но в целом всё достаточно привлекательно смотрится. Так, что мы тут видим? Мы видим, значит, отчётную точку. Так, а вот она была, выступающей шейной. Так, выступающей шейной. Я не точно прорисовал, плюс поворот головы. В общем, первый грудной отчётной точкой у нас. Здесь идёт совпадение, но здесь особых проблем не было. Дальше выступ груди, в общем-то, устранён. То есть, полностью прямая линия позвоночника. Чуть-чуть крестец мы подкорректировали. Но крестеца не надо было, нужно было грудную секцию полностью вставить. Это достаточно типовая ситуация, потому что сначала мы настраиваем по нескольку позвонков, а потом целыми сегментами они переставляются. На самом деле, половина из того, что я показываю, это работа непосредственно её нервной системы. Но мы работаем как бы и с, что называется, с мозгами, и с мышцами, и с суставами. Значит, из имеющихся слабостей, если камера передаёт, то здесь грудном ещё небольшая впадина при выступающих верхних поясничных. То есть, их бы нужно немного по вперёд, чтобы поясничную дугу сделать лучше и мягче. Соответственно, грудные подвытащить назад. Ну, как бы шейный, грудной, поясничный прогибы восстановить. Но это работа больше родителей на валиках, потому что прямо сейчас мы получили ось позвоночника полностью выправленную. И на сегодня этого вполне себе достаточно.